Заработная плата медицинских работников в России вырастет с 1 марта. Об этом объявил президент Владимир Путин, выступая на форуме будущих технологий. Начиная с текущего 2024 года будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности. То есть, другими словами, существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах. Я в этой связи обращаю внимание глав регионов. Эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности. Далее. В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работникам районных и участковых больниц. А в городах с населением 50-100 тысяч человек врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие выплаты будут существенно выше. Для врачей 50 тысяч рублей, для медработников среднего звена 30 тысяч. Владимир Путин также отметил, для реализации таких решений необходимо будет подготовить нормативную базу. Правительству поручено сделать это в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники стали получать повышенные выплаты за март. 15 февраля исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день в России вспоминают военных, принимавших участие в боевых действиях за пределами Отечества. В 25-й гимназии Благовещенска состоялся урок мужества, на котором школьникам рассказали и показали фильм о событиях тех лет. С ребятами встретился ветеран войны в Афганистане Геннадий Максимов. Он провел 53 боевые операции. В аэропорту космодрома «Восточный» приземлился первый грузовой самолет. Специалисты космического центра «Восточный» разгрузили контейнеры и доставили их на технический комплекс космодрома. Дмитрий Губерниев приедет в Амурскую область. О визите известного спортивного комментатора рассказал в своем телеграм-канале губернатор Василий Орлов. Известно, ведущий станет специальным гостем российско-китайских зимних игр на Амуре. Напомню, они состоятся 24 и 25 февраля. Увидеть масштабное событие можно будет в прямом эфире. Амурское областное телевидение традиционно будет вести трансляцию. На пассажирском пункте пропуска Хэйхэ 14 февраля был настоящий ажиотаж. В связи с празднованием в КНР Нового года таможня не работала с 10 по 13 февраля. В итоге, в день открытия пограничного перехода только до обеда в Благовещенск выехало свыше 1300 человек. Из областной столицы в Хэйхэ въехало всего 144 пассажира. В общей сложности по понтонному мосту через Амур между Благовещенском и Хэйхэ за это время проехало 60 пассажирских автобусов, сообщает агентство Бианг. Педагоги детской школы искусств в селе Вожжаевка обучают детей к кофеграфии. Это оригинальная техника создания картин с помощью кофейного раствора на бумаге или холсте. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18 часов. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok